ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водитель автобуса сбил подростков, идущих по темной трассе. Ничего не видел. Я только увидел и сразу удар. Один человек погиб. И почему водитель Лады не справился с управлением? Он скончался на месте. Пассажир глутил пушек в группной клетке. А также куда и зачем мог уйти 16-летний подросток в одной футболке и без телефона. Если даже у меня есть зарядка, садился, он всегда с другой телефона звонил, маму не волнуйся. В поиске пропавшего мальчика это не только прямо сейчас. Хотел поменять колесо, но, возможно, придется менять машину. На улице Вишневского Шкода Октавия на полном ходу снесла стоящий Лексус. От удара оба автомобиля выбросила с дороги на тротуар. Благо, в это мгновение там никого не было. Рамиль Шайдулин узнал, почему водитель Шкоды не заметил стоящий автомобиль. Лексус стоял. Попытка поменять колесо едва не стоила водителю Лексуса здоровья и жизни. Накануне мужчина был в автосервисе. В дороге почувствовал, что автомобиль вот-вот выйдет из-под контроля. Остановился и понял, плохо прикручено колесо. Неполадку решил устранить сам и на месте. Но за одной бедой следом пришла другая. На полном ходу его автомобиль снесла Шкода Октавия. К счастью, трагедии удалось избежать. Несмотря на сильный удар, никто не пострадал. В результате столкновения оба автомобиля оказались на тротуаре. Водитель Шкоды не заметил прибаркованное на краю дороги авто. В плотном потоке движения он хотел объехать впереди едущую машину справа, но наткнулся на непреодолимое препятствие в виде Лексуса. Для того, чтобы покинуть место ДТП, ему пришлось дожидаться эвакуатора. Рамиль Шайдулин, Алла Рыкова, Игорь Романов, Вызов Кобинар. 20 обманутых за одну неделю. Именно столько казанцев попались на удочку мошенников за прошедшие 7 дней. Одной из жертв аферистов стала женщина, разместившая объявление о продаже дома. На ее телефон позвонил неизвестный мужчина и предложил внести предоплату. Пользуясь неграмотностью потерпевшей, он подключил к ее карте мобильный банк своей карты. В результате женщина лишилась 129 тысяч рублей. Еще один потерпевший лишился 77 тысяч рублей. Незнакомец позвонил ему на сотовый телефон и, представившись сотрудником пенсионного фонда, сообщил о положенной ему надбавке к пенсии. Мужчина поверил и сам продиктовал неизвестному данные своей карты. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям мошенничества. Управление внутренних дел России по городу Казани напоминает не впускать в дом посторонних, проверять документы у лиц, которые представляют сотрудников социальных или экстренных служб, перезвони данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации. Не доверять лицам, которые сообщают вам о наличии порчи, которую можно снять при помощи ритуала с использованием денег. Ни в коем случае не передавать руки посторонним людям свои банковские карты. Остановили для проверки документов, а нашли амфетамин. Полицейские задержали 31-летнего жителя Казани. Мужчину остановили сотрудники ДПС. Заметив странное поведение, водители решили осмотреть салон автомобиля. В результате был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим веществом. Как показала экспертиза, в свертке находился амфетамин весом полграмма. По факту изъятия наркотического средства возбуждено уголовное дело. В отношении жителя Казани избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские Казани возбудили уголовное дело в отношении фаната ЦСКА. В день футбольного матча в подъезде одного из домов по улице Чистопольска неизвестные разрисовали стены. Как установили стражи, авторами рисунков оказался 16-летний житель Москвы, фанат армейского клуба. Его задержали в тот же день. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям вандализм. В Казани сотрудниками полиции были доставлены 22 болельщика футбольного клуба ЦСКА. В результате проведенных проверок в отношении семи фанатов составлены административные протоколы за нарушение действующего законодательства Российской Федерации. Целая серия крупных аварий, в том числе и со смертельным исходом, произошла в минувшие выходные в набережных Челнах. Причиной большинства, по мнению автоинспекторов, послужило превышение безопасной скорости и последующая за этим потеря контроля над автомобилем. Лена Зинатольевна расскажет подробности. Иномарка вспыхнула после аварии в Замеликесье. По словам очевидцев, водитель автомобиля Киа Рео на большой скорости двигался по проспекту Фоменко. В какой-то момент потерял управление машиной и зацепил бордюр. После этого вылетел с дороги и въехал в столб, который упал на крышу автомобиля. Машина загорелась. Очевидцам удалось вытащить водителя из салона. По их словам, он был без верхней одежды и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несколько часов спустя, недалеко от остановки Чулман, кроссовер врезался в ладу. Предварительная причина – превышение безопасной скорости. Водитель автомобиля Ниссан Кашкай, женщина 1997 года рождения, двигаясь со стороны проспекта Хасан-Туфан в сторону проспекта Вахитова, не выбрала скорость, обеспечивая безопасное дорожное движение. В результате чего совершил наезд настоящий транспортное средство автомобиль Калина. В результате дороже транспортного происшествия пострадавших нет. А уже вечером, примерно в половине восьмого, серьезная авария произошла возле остановки Ипподром. 25-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрал безопасную скорость. Задел бордюр и въехал в дерево на разделительной классе. Водитель скончался до прибытия скорой. Пассажир 95-го года рождения получил ушиб в грудной клетке и закрытый перелом левого плеча. Был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Известно, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. Возможно, это и спасло пассажир легковушки. Лина Зинатольевна, Елена Камалова, Эльдар Шайдулин. Вызов 112. Скорость не превышал медосвидетельствование. Показало, что в момент происшествия был трец. В набережных Челнах около 5 часов утра водитель автобуса ПАСС не заметил идущих вдоль проезжей части подростков и сбил двух молодых людей. В результате один из них отделался небольшими телесными повреждениями. Другой 16-летний молодой человек погиб. Алина Бережная продолжит тему. 59-летний водитель ПАСС, двигая в сторону улицы Промышленная, не заметил на темном участке дороги четырех молодых людей. Поэтому следов торможения не было. Они двигались по краю проезжей части. В результате автобус совершил наезд на двух подростков. Один из них от полученных травм скачался на месте. Ехал к себе на дачу. Ехал тихонько. Проехал, что-то показалось, и удар. Все. Дальше вот влево ушел, остановился. Человек лежит. Вы не видели, да? Ничего не видел. Я только увидел, и сразу удар. По словам подростков, родители погибшего были лишены родительских прав. Его воспитывали пекуны. Сами же молодые люди так и не смогли объяснить, почему они шли по этой дороге на дачу, и для чего у них с собой было оружие. Мы шли на дачу. И все избило. Меня задело, его откинуло посередине дороги. Это ваша дача? Нет, но у дедушки. А он в курсе, что вы пошли на дачу? Нет. У вас родители в курсе, что вы здесь ходите? Нет. А как у вас говоришь? Восьмой. Родители есть? Есть. В нарушении правил дорожного движения подростки шли в попутном направлении и не заметили приближающийся автобус. На одежде молодых людей отсутствовали световозвращающие элементы, что также исключило возможность водителям своевременно заметить пешеходов и избежать наезда путем изменения траектории. Степень вины каждого участника дорожно-транспортного происшествия определить следствие. Алина Бережная, Елена Камалова, Эльдар Шайдулин. Вызов 112. В Нижнекамске разыскивают 16-летнего Евгения Сурикова. Выходные мальчик провел с друзьями. Утром в воскресенье подросток ушел из квартиры товарища, никого не предупредив. С собой не взял даже телефон и верхнюю одежду. Волонтеры организовали поиски. Динара Камалова с подробностями. В этом районе Женю Сурикова видели перед исчезновением. Выходные он провел в гостях у друга. Не исключено, что они выпивали. Я сам в Нижнекамске не был в данный момент. От пацанов узнал, что он исчез. Не дал этому значению, конечно. Думал, где-то пока что спит. Но потом, где-то часов 18, уже отец его, маму тоже начали искать. Поиски идут с самого утра. У каждого из волонтеров богатый опыт. Вот за несколько часов были осмотрены все заброшенные здания в округе. Обошлись заправки и магазины. Ни одна камера видеонаблюдения у Жени не зафиксировала. Женя ушел в одной футболке. С собой он не взял даже телефон. По словам друзей, они не сразу заметили его исчезновение. Мама уверяет, такого с ее сыном никогда раньше не было. Он очень ответственный мальчик, потому что, если даже у нее есть зарядка садилась, он всегда с другого телефона звонил, маму не волнуйся, я тут в футболы играю или у меня аккумулятор села. Поиски продолжаются и сейчас. Женя был одет в черную футболку и джинсы. Мальчик худощавого телосложения, рост 170, русые волосы. Всех, кто знает о местоположении Евгении Сурикова, просят позвонить по номерам, которые указаны на экране. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии Блайдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Вдруг она его примет.